МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но если стесняетесь или по каким-то другим причинам, можете написать на этот же номер в WhatsApp свой вопрос. Мы его здесь озвучим и все вам обязательно расскажем. Также у нас есть замечательная опция, которая называется «Видеовопрос». Присылайте вот на этом большом экране. Покажем вас красивого, задающего вопрос на всю страну. Будем рассказывать об этом для всех вас. Давайте начнем. Добрый вечер, батюшка ведущая. Считается ли грехом не соблюдать пост в среду и пятницу? И надо ли об этом говорить на исповеди? И вообще, как приучить себя в эти дни поститься? Вот спрашивают наши зрительницы. Самое главное для крещеного человека проникнуться благодарностью, признательностью, любовью ко Господу Иисусу Христу. И когда это устремление к Нему, нашему Искупителю, будет доминантой нашей жизни, тогда 85% вопросов, приходящих к нам, куда поставить свечку, что молвить, куда ступить, правильно ли, если я иду налево, а не направо, в храме, сами собой отпадут. А мы опираемся в отношении соблюдения поста в среду и пятницу на слова самого Христа, который говорил ученикам, что придут такие дни, придет такое время, и они будут поститься, воспоминая дни, отъятие от них, жениха. А, это образная речь. И в среду Спаситель был предан Иудой, в пятницу вознесен на крест. Вот эти дни, когда от учеников их любимый учитель и наставник был отъят, и мы из любви ко Христу отмечаем эти дни усиленной молитвой, чтением Священного Писания, собеседованием с Господом. А поэтому и отдаляем от себя все то, что обычно привлекает наше внимание на детском уровне мороженое, на женском уровне тортики, на уровне мужеском, всякие антрикотики. Все так очень просто и ясно. Любовь ко Христу побуждает нас что-то земное от себя отодвинуть, чтобы нам смотреть на нашего Господа и беседовать с Ним в глубинах нашего сердца. Это мне, знаете, что напомнило, когда в монастырях во время трапезы читают страдания мучеников и, соответственно, несколько ослабевает аппетит для тех, кто сидит в этот момент. Да, я тоже это подмечал, в жития святых, повествующие о том, как древние исповедники веры предстояли пред лицем мучителей и дух Господень укреплял их в этой страде. Действительно, как-то процесс вкушения пищи становится немножко иным. Да, абсолютно. Все это работает. Вопрос. Нина спрашивает. Если человек православный, а не носит крестик, разве это правильно? Очевидно, что этот вопрос как бы уже разрешен для той, кто задает ее. Формулировка, да. Вот сегодня утром я служил в своем храме, и один мальчик, уже в прошлом году закончивший нашу школу, не слишком что-то у него получилось с высшим учебным заведением, и вдруг он объявляет родителям. Я хотел бы быть волонтером, добровольцем там, в новоприсоединенных губерниях России, там нужна помощь. Я туда отправляюсь. Лет пять или шесть, несмотря на то, что у нас школа при обители, он не причащался к святых христовых тайнам, и не носил крестик к этому вопросу. Известно, что подростковое время зачастую оборачивается каким-то охлаждением в отношении жизни церковной у тех, кто родился в лоне православия. И представь тебе, сегодня утром я выношу святую чашу, мальчик складывает руки, благоговейно, уже не мальчик, а юноша, заодно, может быть, и помолимся за этого милого Сереженьку и за всех, кто сегодня верный долгу совести помогает, содействует замирению земли. И вот надел крестик по внутреннему побуждению, может быть, и не зная такого прекрасного пресловия. Не мы носим крест, но крест носит нас на себе. Кто со крестом, тот со Христом. Это видимый знак нашей любви ко Господу. И когда сердце обращено к Спасителю, то благодать, как к зонтик, как божественное светлое облако, осеняет человека и хранит его от всяких бед и напастей, от шальной пули. Друзья, у нас есть видео вопрос. Давайте послушаем и посмотрим. Здравствуйте. Меня зовут Владимир. Я постоянный зритель вашего телеканала Спас. Хочется задать вопрос. Как мы знаем, уныние – это самый большой грех. А как можно каяться без уныния? Ведь если уныние – это сожаление о чём-то сделанном неправильно в нашей жизни, то это и есть покаяние. Спасибо. Благодарим, дорогой Владимир. Я прожил долгую жизнь, но первый раз встретил такое определение уныния. И позвольте с ним не согласиться. Уныние – такое тягучее, мертвящее, леденящее, отягощающее вас состояние характеризуется прежде всего тем, что человек отвратил свой взор от Христа. Этот взор может быть погружён в самого себя. Ты можешь созерцать и разбирать свои недостатки, страсти и грехи, но забыв того, кто тебя спасает, того, кто вознёс твои грехи на крест. Ты сидишь в этом состоянии, в бесплодном самоанализе, как какой-то грязной лужи, крылья не могут поднять тебя ни на вершок, ни на земли. Когда мы каемся, никакого уныния быть не должно, потому что едва лишь мы обращаем наши духовные глаза на Спасителя, видим, как Он со креста нас обнимает, говоря, «Придите ко мне все труждающиеся покаяния, обременённые в совести. Я вас успокою, утешу, исцелю». У человека наряду с сокрушением и самообличением рождается надежда, радость. Вот тот, кто меня поймёт, вот тот, кто меня примет, вот тот, кто меня простит, вот тот, кто меня исцелит, и на душе уже становится даже радостнее. А когда исповедь принесена, человек, если он кается глубоко, просто Богом как-то приподнимает от земли. Поэтому уныние – это такое депрессивное состояние самозамкнутости. Характеризуется оно каким-то расслаблением, подавленностью, опущением век рук, сердца. И будемте его гнать православной метлой из избы собственного сердца. Сокрушение Духа пред Богом всегда оборачивается радостью прощения мира и любви, которую возвращает нам Христос после принесения исповеди. Ну что ж, друзья, давайте продолжим озвучивать вопросы, которые вы присылаете к нам в WhatsApp. Здравствуйте, когда заменят ведущую? Спасибо большое, что смотрите, но мне возник ещё такой вопрос параллельно к этому вашему вопросу. Добрый вечер, не знаю, как поступить. Вижу, что начальник часто неправ. Сильно сомневаюсь в его компетенции. Неужели в этом и есть промысел Божий или нужно влиять? Спасибо, Господи. Я подверстала этот вопрос к первому, потому что часто я тоже оказываюсь в такой ситуации, когда нам кажется, что вот этот человек не на своём месте. И вот это внутреннее состояние, когда мы вроде бы понимаем, что ему надо что-то менять, надо как-то влиять. Вот он, как с ним справиться? Как на это можно воздействовать? Промысел Божий. Что это такое? Пишется кратер без беглого Е на конце. Есть рыбный промысел с маленькой буквы, а есть Божий промысел всегда за главной буквы и без беглого Е на конце. Божий промысел – это непрестанное действие, как вот солнечные лучи льются на землю непрестанно. Непрестанное действие божественной благости, любви. Сокрестас нисходит вот эта любовь. Всемогущество и премудрости. И всё в этой жизни держится промыслом Божьим. Наш телеканал «Спас» работает, потому что промысл Господень его поддерживает. По промыслу Божию сегодня, Алена, мне выпала честь собеседовать с вами. В прямом эфире и промысл Божий нас окружает, как воздух. Недостаток компетенции у начальника. Скажем, какого-то маменькиного сынка на повышение взяли, он попадает к вам в присутственное ваше место, в ваш департамент, и его усаживают в кресло начальника. У него ещё молоко на губах не обсохло. Дай бог, рыльца не в пушку. Он ещё даже не вошёл в круг проблем, а уже над вами начальствует. Вы уже, как гриб-боровик, сидите 45 лет на своём месте, знаете дело вдоль и поперёк, на почтамте работаете. А он, молодой, дыраней, вот теперь вам даёт ценные указания. В чём промысл Божий? Промысл Божий в том, что вы, во-первых, потерпите эту новую кандидатуру, не ваше дело переставлять начальников. Во-вторых, постараетесь не осуждать в глубине души этого человека, он и так чувствует себя неуверенно, это при хорошей мини играет ещё плохо. В-третьих, если вы имеете так деликатность, обходительность, как говорят, социабельность, то есть если вы не лишены дипломатического искусства, как-то вы ему будете потихонечку подсказывать, ориентировать его, при этом не унижать его самолюбие, как новоиспечённого руководителя, и потихоньку так всё выровняется. Я встречал таких учительниц, которые переживали семь директоров, пережили их, директора меняются, а вот учительница русского языка и литературы остаётся всегда при своём. Поэтому промысл Божий – это вещь премудрая, и, конечно, вовсе не в том промысл Божий заключается, что начальник ещё что-то недоучил, или что у него какие-то амбиции зашкаливают. Это человеческая сторона нашей жизни. А промысл Божий заботится о том, печётся о том, чтобы всё в человеческом обществе было гармонично, начальники начальствовали, подчинённые исполняли вверенные им обязанности, чтобы каждый соответствовал своему посту и назначению и служил бы не себе любимому, а общему делу во славу Божию. Мне вот понравился интересный вопрос, нам прислали. Добрый вечер. Я считаю, что, когда мы говорим «прости», это неправильно. Нужно говорить «я прошу прощения». Прости – глагол в повелительном наклонении. То есть это действие, к которому побуждает говорящий. Использование «я» конструкции показывает, что извинение исходит лично от вас и не заставляет человека принимать какое-то решение. Поэтому, когда многие говорят «прости», они нереально извиняются, они пытаются другого убедить в том, что его нужно простить. Вот как вы как-то говорите? Чувствуется такая филологическая подоплевка. Я вот абсолютно считываю это. Чувствуется, что душа, задавшая этот вопрос, имеет тонкое мышление языковое. Я не задумывалась даже никогда. Чувствуется, что она разбирает грамматические формы наклонения, повелительные наклонения, в частности «прости». И отсюда выводят определенные следствия. Можно было бы согласиться, почему бы и нет. Но я вот тоже чуть-чуть филолог. Иногда в шутку себя называю филолух. Вы филологиня, а я филолух. Но считаю, что к наклонениям и склонениям, и с прижением все-таки этика, то есть душевные и духовные отношения, сводить нельзя. Самое главное – это то, чем ты наполняешь свое слово. Русский язык в этом смысле замечательно, глубоко, интересен. По форме одно, по содержанию, и другое мы можем прошедшее время употреблять как будущее. И в данном случае «прости». Есть ни в коем случае не диктаж. Принуждение к прощению. Алена, простите меня. И только попробуйте не простить. Я повелеваю вам простить меня. Пошло-поехало. Нет. Прости. Я здесь слышу, например, другое. Я, собственно, прошу, соблаговолите принять мое исповедание, мое покаяние. Будьте снисходительны. Простите, потому что в моей душе созрело. Стремление никогда не повторять уже вчерашние ошибки. Что-то здесь робкое, что-то здесь трепетное. Поэтому не будем зацикливаться на грамматике русского языка, но будем одухотворять каждое наше слово любовью, смирением и уважением к собеседнику. Мы сейчас перерываемся на короткую паузу. Сразу после вернемся и продолжим наш прямой эфир. Оставайтесь с нами. Друзья, продолжается в прямом эфире программа «Ответ священника». Перейдем к тяжелой артиллерии. Как я это называю, вопросы сложные. Будем разбираться. Батюшка, добрый вечер. Прошу ответить на мой вопрос. Как исповедоваться в грехах о близости в извращенных формах? Одним общим словом или подробно за каждое действие? Спасибо, очень стыдно. Да, такой вопрос не для массового зрителя. Сейчас мы начнем с вами разбирать подобные вещи. Так телеканал «Спас» закроют. Но есть ли вот общая рекомендация? Да, я шучу. Любой вопрос имеет право на существование. Серьезно. И ситуация требует такта. Мы сегодня уже с вами сказали, что самое главное – это намерения сердечные, чтобы не вдаваться в тонкость и не отцеживать комара. Поэтому главное, наверное, у креста и Евангелия – это решительно покаяться в ошибках юности, молодости, решительно отвергнуть наперед все сомнительные предложения, возобновить в сердце обет крещения некогда произнесенной, которое подразумевает чистоту совести. Мы обязаны жить чисто, честно, благородно, будь то семейная жизнь, христианский брак или безбрачие. Но, конечно, бывает, что совесть отягощается какими-то воспоминаниями, да и лукавые не дремлят и навевает вам иные воспоминания, которые лишают вашу чистоты молитвенной. вам хочется от этого как-то откреститься. Здесь нужен опытный батюшка, который тактично и деликатно вам поможет, если душа этого требует. И я думаю, что эта проблема решается тет-а-тет. Священник и кающаяся душа. Дай Бог вам найти опытного духника, который буквально несколькими словами, наводящими вопросами выведет вас из области смущения, затруднения, и как с гуся вода с вас сойдут все эти воспоминания о каких-то недостойных делах, и о них вы уже не вспомните, и к ним возвращаться не будете. Но вопрос деликатный, требующий такт, поэтому распространяться так вот на всю Вселенную здесь невозможно. Ну, дай Бог, что там все разрулится и сделается все правильно. Добрый вечер. Мой сын спрашивает, почему в Библии нигде не написано, каким был Иисус в детстве, чем занимался с годы до совершеннолетия? Чувствуется по этому вопросу, что человек не просто проявляет любознательность подобного рода, но подчитал еще какой-то литературы, может быть, оккультной, или ведической литературы, или какой-то еще вне христианства. Дело в том, что многие учения, человеческие и ложные, пытаются всегда авторитет Господа Иисуса Христа к себе прилепить и говорят, мы как раз проповедуем то, чему Иисус, несколько запонебраски, они так называют Господа Иисуса Христа, учился в период с отрочества до совершеннолетия. В частности, у восточных лжемудрецов это общее место. Вот Вивакананда, Рамакришна, они как раз им и расскажут о тайных знаниях, которыми Иисус оперировал и прочих галиматью. Нет, Спаситель есть Бог воплоти, Слово воплощенное. Это Отчая сила и премудрость. Господу не было нужды ни у кого ничему учиться, бы Он Сам есть наставник и Учитель и Отец Небесный. Священное Писание сообщило нам о евангельской истории все, что необходимо для нашего спасения. В частности, мы читаем у евангелиста Луки о Бога Отраке Иисусе Христе, который в 12 лет в храме привел в замешательство законников и книжников своей премудростью и божественной силой слова, из чего и нужно вывести единственный вывод. Господу не нужно было поучаться премудрости человеческой. Поэтому Священное Писание, повествуя о тайне воплощения Рождества Спасителя, упоминает о том, что Христос находился в послушании у названного Отца Своего, у Пречистой Девы Марии. И затем единственный эпизод посещения Богу Отраком Иерусалима и начинает повествование о открытом общественном служении Христа. То есть Священное Писание запечатлело только те деяния Спасителя, о которых нам должно знать, ибо они имеют прямое отношение к нашему спасению. У нас остается меньше двух с половиной минут до конца. Я думаю, что успеем один вопрос рассмотреть. Здравствуйте. После курса занятий с психологом прошла любовь к мужу. В браке 30 лет, и вот уже последние 10 лет не могу вернуть любовь к супругу. Живу из долга. Стало замечать, что заглядываюсь на других мужчин, как будто из души моей вырвался грех блуда. Есть ли выход из этой ситуации? Но развод не рассматриваю. Вот так. У меня есть горькое слово в адрес современных психологов, которое едва лишь к ним попадет, такая рыбка в их сети «Полюби себя», вы не жертва. Ты этого достойна. Мужа, вредные вибрации исходят от свекрови, от мужа, от детей. Живи в свое удовольствие, ломают мозг, так что супруги бегут из дома, десоциализируются, превращаются в каких-то смуглянок, каких-то вертихвосток. Сохрани Бог. Любовь побуждает нас являть верность, служить своему избраннику, молиться горячо за него. Любовь смотрит на нас с креста. Спаситель взошел на крест, обнимая все человечество. И любовь от Господа. Поэтому, когда мы горячо молим его, Господи, согрей мое самолюбивое, амбициозное сердце, милостью и любовью. Господи, даруй мне токи Твоей любви, чтобы я служил ближним во славу имени Твоего Святого. Исповедь, причастие, труд любви. И все будет хорошо. Выражаю надежду, что через эту публичную исповедь милая женщина обретет начатки покоя. И мы помолимся, чтобы в следующем прямом эфире не знаю, когда мы с вами встретимся, Алена. Мы получили уже позитивную смс-ку. Я дома, жизнь прекрасна. Муж смотрит на меня с улыбкой и говорит, ты моя единственная. Мы, друзья, с удовольствием будем ждать от вас тоже таких сообщений. Нам всегда приятно их озвучивать в прямом эфире. Сегодня, напомню, на ваши вопросы отвечал протерей Артемий Владимиров. Меня зовут Алена Кулешова. Мы увидимся с вами завтра в это же время и на этом же месте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулешова А.Кулешова А.Кулешова